Урожай будущего года в ваших руках. Вы смотрите канал Жизнь на даче. Меня зовут Юлия Ягофарова. И сегодня с главной дачницей страны Октябриной Ганечкиной рассказываем о подготовке теплицы к зиме. Здравствуйте, Октябрина. Здравствуй, Юлечка. Здравствуйте, наши любимые садоводы и огородники. Октябрина, мы с вами в теплице. На дворе осень, и работы в ней не убавилось. Не убавилось. Вот расскажите, как подготовить ее к зиме, чтобы на будущий год здесь был хороший, здоровый, самое главное, урожай. Юлечка, я так поняла тебя, что ты хочешь сказать, что ты весной пришла, сделала только лонки и высадила рассаду. Никакой работы больше в теплице не проводила, потому что все работы мы будем проводить вот сейчас осенью, пока есть время. Весной у нас времени нет, правильно? Совершенно верно, Октябрина. Ну, с чего начинать? Ну, во-первых, это моя теплица. Здесь у меня росли огурцы. И я уже, правда, Юля, видишь, чистенькая она, да? Я ее уже обработала карбофосом, там где-то 60 граммов на 10 литров воды, и все опрыснула. Потом я, значит, промыла. Ну, сейчас все-таки мы покажем, как я мыла и как надо опрыскивать. Да, но вы про карбофос расскажите. Это очень важная вещь. Зачем обрабатывать? Как обработать так, чтобы не отравиться? И, не дай бог, своих домашних животных не отравить? И вот в каких соотношениях нужно там разводить? Хорошо. Ну, вот карбофос, это уже лет, наверное, 40 пользуются им огородники. Он, правда, неприятный, дурно пахнет, очень дурно. Ну, для меня, например, вот сколько лет я им обрабатываю, слава богу, никаких не было каких-то случаев, чтобы отравление. Им не отравишься, потому что мы здесь приходим, ну, конечно, когда обрабатывают, надо обязательно респиратор какой-то одеть, хотя бы марлевый. Вот, очки, и спокойно я одна опрыскиваю, никто мне не мешает. Обработала, и теплицу я закрыла. Никакие животные, никакие дети сюда не зайдут. И на сколько дней надо закрыть теплицу? Можно на три дня, и все. Это да, на три дня. От кого, от каких вредителей нам поможет карбофос? Карбофос нам поможет от всех вредителей. От паутиного клеща, от тли, от трипса, ну, и других каких-нибудь летающих насекомых, от белокрылки. То есть, карбофос – это как инсектицид. Поэтому я, например, больше всего боюсь вредителей здесь. Здесь я буду высаживать помидоры. Поэтому, чем болеют огурцы, не болеют помидоры. Поэтому огурцы были, помидоры. И я, например, от болезней пока не буду никакими фунгицидами обрабатывать. Просто обработаю только против вредителей. Понятно. Что мы делаем в первую очередь? Собираем все, что… Ботву, да. Все это сжигаем. А я обрабатывала по ботве, Юлечка. По ботве обрабатывала. Все, да, по ботве. Если кто не убрал ботву, разводит карбофос и полностью… Все, притом ботву надо вырвать с корневой системы. И по корневой системе тоже, тоже обязательно опрыснуть. Опрыснуть. Потом, через три дня приходим, собираем всю ботву, убираем. Да, сжигаем. Сжигаем. Да, в ботву железную. Моем. Моем. И мы сейчас как раз приступаем к этому этапу. Вот ведро воды, Юлечка, разводи мыло. Вот у тебя зеленое тут мыло, да? Вот это. Я, правда, не зеленым пользовалась, а пользовалась хозяйственным. Сейчас продают хозяйственное мыло, разведенное, жидкое. И вот на ведро я налила один стакан жидкого мыла. Ну, мы сделаем побогаче стакан зеленого мыла на 10 литров воды. То есть я прям вот так открою? Да, открывай так. На глазок можно попробовать? На глазок выливай. Все прекрасно. Вот таким образом. Есть. Теперь берем щетку. Где она? Вот она у нас. Так. И начинаем мыть. Я сейчас покажу, как все-таки правильно мыть. Прямо вот так опускаю? Да, опускаю с той стороны. Ну, лучше, конечно, раствор в тазике иметь, или маленькая, может, щеточка. Держите. И начинаем. Покажите. Сверху. Вот смотрите, я так вот мою очень хорошо. Вот макнула один раз щетку, а я ей сейчас промою вот этих два огромных пространства. Да, вот таким образом. Внизу особенно у нас всегда грязный бывает. Вот таким образом мы промыли. Конечно, обязательно железную конструкцию промываем. Вот таким образом. Видишь как? И я вот такой щеточкой очень люблю вот так шпалеру, проволоку промывать. Почему? Потому что здесь усики были, здесь шпагат. Вот они даже еще тут такие усики. Остались, да, да, да. Но ничего, тут помидоры будут. Вот если огурцы, то это страшно, когда оставляют какие-то усики. И так вот всю тепличку я спокойно, осторожно, аккуратно промыла. Может быть, даже еще возьму второй раз. И снова я промою еще на второй раз. Так вот крепче, хорошо. Видишь, как хорошо, да? Да. Моется, щетка очень хорошая, широкая, большая. Вот тут вот гнезда какие-то, все смывается. Может, паутины клещ уже забрался с паутиной. Поэтому вот таким, это вот мы промыли. Этот этап промыли. Так, дальше что делаем? Сразу после того, как промыли. После того, как промыли, если кто-то не обработал по ботве, то надо взять опрыскиватель. Где? Вот у нас два опрыскивателя. Бери, Юлечка, второй тебе опрыскиватель. Так. Вот. Что мы в нем разводим? Разводим карбофос. Сколько? На 10 литров воды. После того, как помыли? Да, помыли. На 10 литров воды. Вот пакетик. Сейчас. Вот здесь 60 граммов. Карбофос. Вот. И даже и от муравьев защищает он. И начинаем просто опрыскивать. Особенно нужно опрыскивать карбофосом торца. То есть, вот сзади, если так вот повернуть, ну вот торца, вот так, смотри. Угу. Так, вот. Ну вот, понятно, да? Вот так, как. Вот так, да. Вот так вот опрыскиваем везде, все. Ну, пройти прямо в теплице. После этого надо на 3 дня опять уйти? После карбофоса? Ну, мы, конечно. Если это кто? Мы один раз только опрыскиваем. Или по ботве, если просто, знаешь, у нас могут такие ботвы выбросили. Но после карбофоса надо опять промывать? Не надо, не надо, не надо. Вот так вот все очень в углах, везде, все-все-все-везде опрыснули. Опрыснули. Вот так вот. Так, и ушли на 3 дня. И землю надо опрыснуть, Юлечка, обязательно. И землю. Так, да. Землю опрыснуть, особенно вот так. Вот все. У тебя очень хорошо работает. Да. После того, как карбофосом опрыснули, мы уходим, правильно, на 3 дня? Ну, уходим на 3 дня. Я, например, могу и через сутки прийти. Я закаленная. Но я всем огородникам хочу сказать, чтобы на 3 дня после хорошей обработки закрыли двери и ушли спокойно. Ушли спокойно. Да, мы возвращаемся. Да. И что делаем дальше? Ну, теперь возьмемся за что? Возьмемся за землю. За землю. Перекопать ее надо. Надо, во-первых, мы ее обработали, все. Теперь ее надо вот перекопать. Вот тут кусочек я вот перекопала. Просто ничего не добавляла. Перекопала. А теперь вот на этот кусочек будем насыпать, значит, у кого, если хорошая земля, может быть, в прошлом году только завезли землю, то не надо добавлять, да, перекопали, удобрения внесли, кораблями разгладили и все. Но вот тут вот, например, у меня земли почему-то очень мало, очень мало. И я хочу, значит, вот я ее чуть-чуть перекопала, и сейчас я должна внести минеральные удобрения. Какие? Какие? Первым долгом золу древесную. Вот она. Ага. Золу. Примерно золы можно полулитровую баночку на квадратный метр. Ну, вот у нас квадратный метр, да, как раз? Да, вот таким образом, да, вот на квадратный метр вот так рассыпать, побольше, вот таким образом вот насыпали. Паучок убегает. Да, паучок, если кому попадется, это Юлечка к деньгам. Привет, паучок! Да, можно его помыть, мыться. Так, вот насыпали, да? Дальше. Теперь, как это правило, чтобы мы не насыпали, мы всегда должны немного... Пролить. Нет, граблями заделать. Заделаем, граблями. Вот где у нас, да, железные красивые грабли. Вот так. Вот так вот, да, ты уже умеешь, да, разравнивай вот этот квадратный метр. Мы покажем на квадратном метре. А огородники уже сами вот сюда, вот видишь, немножечко разровняй. Так, ну, комочки и разобьются. Так, видишь, почва сухая, но это впереди еще все. После того, как мы внесли древесную золу, а вот древесную золу, обязательно помидоры древесную золу очень любят, очень. Так, теперь рассыпаем суперфосфат. Вот, пожалуйста. Примерно на квадратный метр достаточно одной столовой ложки. А, ну, совсем немножечко, да? Давай я вот сама беру прямо вот так руками и рассыпаю равномерно вот так. Цып-цып-цып-цып вот таким образом. Ну, вот ложку достаточной, ну, так чуть-чуть. Опять берешь грабли. Грабли. Все надо делать вот так вот постепенно. Не тяп-ляп, а вот так. Русские грабли. Да, на глубину, не на большую. Прямо вот так вот, ага, чуть-чуть заделать и все. Вот. Есть. Ой, Юля, ты хорошо уже комочки разбила. Да. Теперь, значит, после суперфосфата добавляем одну столовую ложку сульфата калия. Конечно, тут бы лучше не руками брать, он немножечко просто вот таким образом. Так. Чуть-чуть. Давай опять граблями работай. Тут, конечно, вдвоем хорошо, Юлечка, работать. Один вносит, другой ровняет. Так, минеральные удобрения из золу мы внесли, правильно? Так, да. Теперь нам, у нас старая земля. Нам надо внести хорошие земли, но прежде чем какой-то готовой, прекрасной земли или оккультуренные торфы, или что, я хочу сюда добавить древесные опилки или мелкую-мелкую стружку. Это для чего, Октябрина? А для рыхлости. Все-таки, ты видишь, у меня почва очень плохая. Да, но она такая плотненькая. Очень плотная. Мне это не очень-то нравится. Да, вот так вот. И ты граблями... От какого дерева подойдет, Октябрина? Лиственных пород. Не надо дерева, например, опилки дубовые. Не надо, да? А у всех остальных можно. И лиственные, и хвойные можно. Хвойные, они выделяют фитонциды, которые именно борются даже с болезнями. Вот, да, вот таким образом, да. Вот опилки внесли. Ну, у кого сколько? Можно вносить опилок, может быть, ведро на квадратный метр, если есть опилки. Но опилки, они же берут из почвы азот, да? Поэтому сверху надо еще разбросать мочевины. Примерно столовую ложку. Ну, вот тут тоже, можно сказать. Вот здесь вот тоже мочевина вот такая вот у нас есть. И мы ложечку вот так разбрасываем по опилкам. И после этого, да, правильно, ты уже знаешь. Так, а теперь хорошей земли добавляем сверху. Очень хорошей земли. Сколько раз нужно вот добавлять эту землю? Допустим, раз в год надо добавлять. Или можно там раз в три года? Нет, и каждый год надо обновлять. Надо каждый год обновлять. Если вот так вот нету на квадратный метр насыпать много земли, ну, хотя бы перекопать там. Ну, можно где-то целины накопать. Можно где-то разработать целины, дернину убрать, и хоть немного свежей земли. И можно удобрение сэкономить из земли хорошей в луночку при посадке. Или прямо приготовить лунки. И теперь высыпаем. Вот высыпаем два ведра на квадратный метр. Вот здесь у меня два ведра. Так, равномерненько. Вот, видишь, вот такой хорошей земли. Так, так, так. И граблями тоже разравниваем. Так, разравниваем. Ага, вот таким образом. Вот, видишь, у нас уже постель, ты очень далеко разбросала. Так, да. Вот, видишь, уже совсем по-другому, да? Да, конечно, конечно. Мы с этой землей, со старой, все это перемешиваем, и она уже прекрасная. Хоть сейчас сажаешь. Совсем по-другому, да. Давай ты в эту, а если по-настоящему, еще и в твою сторону, и вот так вот. Вот так вот прям смешать со старой землей. Все это вот так вот перемешать. Видишь, как, вот таким образом. О, вот так вот, видишь, совсем по-другому смотрится уже, да? Да, абсолютно. Уже как-то. У нас вот есть контраст, да? Как было и как стало. Да, вот такой, видишь, уже берется, видишь, луночка уже. Уже она разорвленная. Да. Делаем луночки, это весной, и все. А сейчас, как бы, можно сказать, последняя процедура, это надо очень хорошо землю пролить. Проливаем. Потому что некоторые бросают снег, да? Это плохо? Ну, я бы не советовала снег забрасывать, потому что он не тает, а земля сухая. А он весной будет таять, а может, у нас половодие такой сырость. А нам надо, чтобы земля пропиталась сейчас, чтобы она была мокрая, и чтобы она при первых уже морозах замерзла, промерзла. И когда земля промерзает, влажная, то прикорневых гнилий не будет, меньше болезней будет. И совсем другое дело будет. Поэтому... Сколько мы проливаем? Выливать будем примерно на квадратный метр, надо две лейки. У нас аккуратно две лейки. Вот, прямо льешь ты. Так, медленно, Юлечка, не торопись. Вот так вот, медленно, по всему квадратному метру. Вот два. Потому что еще вода у нас бежит. А можно и три ведра. То есть надо промочить слой земли 25 сантиметров. Это значит 2,5-3 ведра. Вот, вылечка, хорошо. Ну, работа нелегкая, конечно, подготовить всю теплицу. Да, всю теплицу так привести в порядок. А если у кого-то две теплицы, так... Ну, а что делать, Юлечка? Зато урожай будет хороший. Да, если кто хочет получить хороший урожай, то, пожалуйста, работать надо. Укрывать. Можно накрыть нетканным укрывным материалом. Черным или белым? Да, любым. Любым, да. Тут растений у нас нет никаких. Можно и черным, можно и стареньким белым. А можно и не накрывать. А я вот еще слышала, что кипятком что-то проливают. Ну, это уже весной там проливают кипятком. Ну, кипятком, чтобы быстрее земля отогрелась. Это весной. А сейчас... Сейчас ничего такого делать не надо. А весной можно так. Конечно, кто-то очень хочет рано, например, заранее посеять какую-то зелень быстрорастущую. Или лучок севочек на зелень. По краю хотя бы или там... Вот я не советую по всей грядке там редис или что-то сеять, а после вырвать и потом основную культуру высадить. Лучше подготовить сразу к посадке огурца в теплицу или посадке томатов. А зелень все-таки по торцам или, может быть, какие-то ящички низенькие. Вот проход широкий, с боков ящички. И зелень и лук не будет мешать основной культуре. А вот еще, Октябрина, вот сами дорожки, чем их надо обработать? Потому что тут же тоже... Сами мы тоже должны их промыть, всю зелень удалить, какая вот растет, промыть. Корбофосом тоже обработать? Все обработать. Все буквально обрабатывается корбофосом? Да, буквально, да. Дело в том, что ты должна заходить в эту теплицу, у тебя просто все блестит. Идеальная чистота. Идеально, необыкновенно любимые твои грядки красивые. Проход чистейший. И даже около прохода можно поставить ящичек, насыпать древесных опилок и посыпать соли. Чтобы ты, мало ли, будешь заходить в теплицу, весной будешь заходить, чтобы ты не занесла никакую заразу в теплицу. Я даже вешала тут белый халатик. Если кто-то ко мне приходил в теплицу, ну, я тоже одевала. И заставляла одевать, потому что, как говорится, чистота – залог здоровья растения. Октябрина, а когда мы прокапываем нашу землю, на какую глубину надо прокапывать? Ну, вообще, слой почвы в теплице для помидор, где-то для помидор. Здесь у нас помидоры. То на всю глубину штыковой лопаты. А для огурца? А для огурцов? Ну, тоже, ну, не так уж глубоко. Потому что огурцы, корневая система у растений огурца, она находится на глубине, ну, самое большое – 15 сантиметров. И поверхность-то расходится. А у томатов корневая система стержневая, она внутрь, вглубь идет. И поэтому поглубже, чтобы легко проникнуть. И чем глубже корневая система пройдет, тем больше берет питание, тем больше растений лучше будут развиваться и давать больше урожая. Октябрина, большое вам спасибо. Я думаю, все прекрасно поняли, как готовить теплицу к зиме, чтобы осенью получить хороший урожай. Друзья, если вам было интересно и полезно это видео, подписывайтесь на канал «Жизнь на даче», ставьте лайки, нажимайте на звоночек и оставляйте свои комментарии. Дорогие садоводы и огородники, в руки грабли, лопату, ведро с водой и за работу, чтобы получить в следующем году такой же прекрасный урожай, как в этом году, как в этом сезоне. А в этом сезоне, Юлечка, урожай вот такой у всех был. До свидания, всем-всем крепкого здоровья! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!